Здравствуйте товарищи, сегодня у нас гайд по прокачке солдат ванлистов, здесь я вам покажу все что знаю про прокачку солдат ванлистов, а это достаточно много. В первую очередь я вам расскажу свою логику при составлении билдов, чтобы вы смогли сами составить свои билды, а не тупо повторять за моими. Поставьте лайк, чтобы я делал еще гайды по анлистов и подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового по игре. Ну что, приступим? Начнем с некой базы. То стат этих бойцов. Каждый раз, когда вы решаете купить кого-то бойца в магазине, любого класса, любого ранга, вам пишется какие статы ему могут выпустить. Вот это вот рандомные статы. В случае, если у вас уже есть какие-то солдаты, которые прокачаны и вы не понимаете идеальные статы у них или нет, я вам могу посоветовать специальную табличку, ссылку на которую я оставлю в описании. Там можно посмотреть статы любых солдат, любого ранга и любого этапа прокачки. Здесь список всех солдат, со всеми их статами и со всеми их базовыми перками. Теперь разберемся, как они в принципе прокачиваются. Потому что когда мы их покупаем, они изначально все двухзвездочные. Для примера, возьмем вот этот отряд БТРа. У меня здесь есть штурмовики, у которых 4 и 3 звезды. При этом остальных звезд почему-то нету, в отличии от пулеметчиков. Потому что я еще не прокачал отряд с ними. Для того, что я мог их прокачивать дальше, как вот этих вот пулеметчиков, я должен найти отряд этого класса штурмовики 4 и прокачать его. Давайте его найдем. Берем улучшение отряда, фильтры, штурмовики. И ищем отряда штурмовиков 4. Мы его должны прокачать, вот эту красную ветку, чтобы можно было улучшать и дальше по звездам. Улучшение по звездам происходит путем просто игры на этих солдатах. У них повышается их уровень и при этом увеличиваются статы. Чтобы нам было дальше проще, введем понятие идеальных бойцов. Идеальный боец это тот, у которого максимальные статы его уровня. А это значит, что при прокачке далее они также будут оставаться идеальными. Это относится ко всем бойцам. Те, которые вы только купили или те, которые у вас лежат в резерве. Огромное количество можно взять любого инженера, смотрим. Его статы 12, 14, 10. Открываем табличку. Инженер 2. 4 звезды 12, 14, 10. Это идеальный инженер, при прокачке которого у него будут статы 18, 20, 16. Вся эта информация вам нужна, чтобы именно выбивать идеальных бойцов, потому что все билды будут рассчитаны на них. Теперь рассмотрим этого бойца. Это идеальный боец со статами 18, 18, 18. Полностью прокаченный. И здесь есть список всех его способностей. Эти способности присутствуют на большинстве классов в игре. Поэтому сначала разберем их. Вот этот перк. Это перк класса. Каждого класса. Он свой. Список всех перков каждого класса вы можете посмотреть по таблице, которую я показывал ранее. У нас есть три ветки. Мобильность, живучесть и владение оружием. Если навести на любую характеристику, будет показано, какие бонусы она дает. Например, мобильность дает скорость спринта. Живучесть, размер выносливости. Владение оружием уменьшает вертикальную отдачу. Это само по себе без траты их. Без траты при прокачке. Теперь посмотрим на перки. В мобильности у нас есть перки в первом ранге. На эти перки вы должны в любом случае потратить 6 очков. Иначе вам не будут доступны перки 2-го и 3-го ранга. Причем эти перки открываются только при прокачке бойцов на последние звезды. Каждый раз вы должны учитывать, какие статы вам нужны на ключевые перки. Перейдем к перкам 2-го ранга. Мобильность. Скорость использования аптечки. Скорость залезания на объекты. Скорость прицеления из оружия. И скорость бега. Живучести. Стабильность прицела при повреждении. Восстановление здоровья аптечкой. Увлечение выносливости. Вовладение оружием. Вертикальная отдача. Скорость досылания. Больше шансов выжить при получении сменительного урона. И скорость перезарядки. Третий ранг. Самые лучшие перки. Скорость спринта. Живучесть. И горизонтальная отдача. Последние перки стоят все по 16 очков. Ключевыми перками я считаю в первую очередь это спринт и живучесть. На некоторых бойцах также горизонтальную отдачу. Но это уже зависит от вашего оружия. Поэтому каждый раз, когда мы строим свой билд, мы должны учитывать, что 6 очков мы по-любому тратим на первый ранг. Поэтому выберем, какие перки первого ранга я считаю достаточно полезными. Скорость тушения огня и скорость изменения положения. Первый перк нам позволяет намного лучше выживать при встрече с огнеметами и с коктейлями молотова. Особенно это актуально для ваших ботов, потому что они очень любят поджигаться в любой огонь на поверхностях. И этот перк позволит им потерять меньше хп при поджоге. Скорость изменения положения тела. Перк не очень полезный. Но это как посмотреть. Вы быстрее будете ложиться, приседать. Соответственно это позволит вам быстрее войти в положение для стрельбы, а зачастую и увернуться от шальной пули. В же участие такими двумя перками для меня является скорость восстановления вносливости и дополнительное восстановление здоровья вне боя. Беру их в первую очередь потому что на первом ранге брать больше нечего. Во владении оружием для меня самым главным перком на первом ранге является уменьшение разброса. Этот перк очень полезен и поэтому мы его берем в 90% случаев. Скорость смены оружия тоже очень полезный перк. Особенно для противотанкистов, инженеров и огнеметчиков, потому что вы часто будете переключаться на другое оружие. Вернуться на основное быстрее чем возустрелит враг это важно. Дальность сброска гранат я стараюсь не брать, потому что если я его возьму у меня будут проблемы с закидыванием взрыв пакетов. Поэтому я стараюсь брать этот перк либо на всех бойцов отряда, чтобы узнать что этот отряд кидает гранаты дальше чем остальные, либо не на одного бойца. Чтобы в бою резко не попасть в просак, перекинув взрыв пакет через танк врага. Также есть перк на скорость атаки ближнего боя. Он не чтобы очень полезен, но зато у ваших ботов появится больше шансов забить вражеских ботов залетевших к ним с прикладов. Или даже залетного игрока, который подобрался к ним слишком близко. После того как вы потратили 6 очков на первый ранг, вам открывается все остальное. И тут есть 2 основные сборки. Если мне хватает перков, я предпочитаю брать спринт. Но так происходит не всегда. Второй вариант сборки основной это взять 2 скорости бега и 2 скорости использования аптечки. Это будет дешевле и тоже достаточно эффективно. Шевучесть это самый важный перк практически. Потому что он позволяет вам пережить шальную высрослотовку, танковать на одну пулю больше спистолета пулемета и пережить такое же шальное попадание с пулемета. Что дает вам больше времени отреагировать на врага и стреляющего по вам и убить его при должном везении. Во владении оружием берем перк на отдачу, если мы играем автоматическим оружием. На большинстве пп и самозарядок я предпочитаю вертикальную отдачу. Но даже не на всех. На некоторых остраюсь ее не брать. Зато потратить перки на какие-то другие. Поэтому вместо него можно взять больше перков в этой вкладке. Тем самым освободив очки отсюда и потратить их на более важные перки. Такие как размер выносливости. Или взять даже дополнительную скорость бега. Из лучшего бойца очень много очков мобильности. Также полезным перком будет скорость при зарядке оружия. Это конечно не очень сильно, но иногда решает. Сверх этого дополнительно можно взять на один вот этот перк. На дополнительное время в состоянии тяжелого ранения и больший шанс выжить при получении смертельного урона. Брать его в топ бессмысленно. Потому что при первой прокачке вы уже повышаете себе шанс выжить при получении смертельного урона. А далее увеличиваете только время, которое валяетесь раненым. С горизонтальной отдачи нужна в основном только на пулеметах, такие как МГ-15, МТ, Браунюка-6 и прочие. Перк на скорость заслания требуется вам, когда вы только начинаете качаться для стрельбы с болтовок. Кроме этого у некоторых классов у нас есть спецперки. Такими классами являются медик, инженер, ненаметчик, огнеметчик, танкист, водитель БТР и летчик. У инженеров есть уникальный перк на скорость постройки, который открывается на третьем ранге, так же как и спринт. Я предпочитаю собираться в первую очередь под бой, а не под строительство. Так же в живучести на втором ранге есть перк на дополнительные ресурсы при постройке. У медиков уникальных перков поболее. Первая это скорость лечения союзника, которая позволяет быстрее вкалывать шприцы в очко с интимейтом. В живучести таких перков целых два. Первый дополнительное использование в медицинской сумке, который позволяет таскать побольше таких шприцов с собой. На втором ранге увеличение восстановления здоровья этими шприцами. Я считаю эти два перка не очень что бы полезными, потому что у вас и так 10 шприцов на бойца, вы столько скорее всего никому не успеете вколоть. А увеличение хила? Зачем вам проще вколоть два раза этот шприц и получить с того больше очков? Во владении оружием есть еще один перк на аптечке, увеличивающий количество аптечек в ящике, который вы бросаете на точку. Я тоже не считаю его полезным, потому что скорее всего этот ящик мало кто будет использовать, и аптечек в нем и так хватит на всех. Особенно с учетом, что медик у вас далеко не один в отряде. Теперь огнеметчики, у них всего один классовый перк, увеличение объема заправки огнемета. И это важно, потому что чем больше огнесмеси вы успеете залить в точку, тем больше врагов погибнет на ней. А может быть за счет этого перка вы сможете залить не одну точку, а две, если переживете конечно замес на первой. У минометчиков тоже всего один классовый перк, увеличение боезапаса миномета. Считаю этот перк не очень важным, потому что у минометчиков очень узкое применение, и скорее всего вам и так хватит боезапаса. Гайд по использованию минометов по подсказке в углу экрана. Теперь перейдем к танкистам. У них целая кладезь уникальных перков. В мобильности скорость посадки, выхода и смены места в технике. Скорость нажатия на тормоза. Уменьшение потери скорости при переключении передач, а это навык водителя. Ускорение скорости тушения техники. Увеличение скорости переключения передач, что позволяет вам тоже не терять скорость при движении. Скорость починки техники. И смена типа снаряда. В оружии перков поменьше. Увеличение использования римкомплекта. Больше восстановления прочности модулей после починки. Улучшение навыков наведения. И ускорение перезарядки орудия. При этом танкистам недоступна часть боевых перков, как вы можете видеть. В принципе, если вы играете на каком-то более-менее нормальном танке, а не чертовой Б-11, как вот этот вот мужик. Самые главные перки, которые вам нужны, это скорость перезарядки и смена типа снаряда без потери прогресса в перезарядке. Потому что неважно, где сидит ваш боец, скорее всего в бою у вас будут потери в части экипажа. И самое главное, чтобы вы продолжали сохранять максимальную эффективность. А это в первую очередь уткается в то, каким снарядом вы стреляете и с какой скорострельностью. Поэтому это два ключевых перка. Остальные берем по желанию. Перки пилота. Уменьшение урона при жестком присемлении с парашютом. Перка на самом деле в принципе бесполезен, потому что пилотам проще суициднуться, если вас подбили. Скорость смены посадки, что тоже вызывает большие сомнения, потому что в сомнете нельзя пересаживаться. Уменьшение эффекта качания головой при резких маневрах. Тоже не чтобы сильно эффективно. В живучести ускорение восстановления летной выносливости, меньше потери контроля при перегрузках, больше летной выносливости и устойчивость к перегрузкам. Вовладение оружием, увеличение угла сфакурусированного и периферийного зрения и самое главное, дальность обнаружения самолетов противника. Здесь у меня билд совершенно неправильный, оставшийся с каких-то старых времен. Самое главное для пилота перка это вот этот. Увеличение дальности обнаружения самолетов противника, который позволяет увидеть метку прицеления раньше, чем враг и открыть огонь. Последний класс с уникальными перками это водитель грузовика. Но тут разбирать даже не особо нечего, большинство перков взяты из танковых экипажей. Но я считаю, что их не очень-то нужно брать, вряд ли вы вернетесь своим водителям к вашему БТРу. Цель этого отряда в первую очередь доехать до точки, где можно будет удобно поставить этот БТР для возрождения будущих отрядов и идти в атаку. Поэтому я не взял ни один перк, составляя собственный билд под этот отряд. В принципе это все, что я хотел вам показать, но вот вам еще билд моих пулеметчиков с браунгами шестыми, пулеметчики 3, идеальные. Надеюсь, всей этой информации вам хватит, чтобы составить свои собственные билды на любой класс. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. В описании ссылочка на фанатский телеграм-канал по игре, мой дискорд сервер и группу вконтакте. До связи, товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok